Кстати о тачках. Кстати о тех, кто здесь разбивается. Здесь разбиваются в основном русские. Знаете, дебилки и дебилы берут машины и пытаются ехать на правом руле по левосторонней улице. Их бьют. Сейчас объясню. В Индии есть замечательная страховка. И машина застрахована от дебилов, едущих вас. Еще раз напомню, если вас заехали, вам заплатят. Но если вы, и правы вы, или неправы, вы будете платить. И абсолютно похрен на ваши понты и мнение о том, что вы были правы. Вы вырезались хоть бы в столб и будете платить. То есть замечательная вещь. Пусть он даже вас подрезает, но как только вы столкнулись, вы платите. И за свою машину, и за его. Мысль замечательная. Вот бы нам такую дивную и количество идиотов за рулем сразу бы сократилось. То есть, представляете случай? Хреноплет выехал, и его не пропускают к себе. Один удар и платит. Дебилка или дебил паркуется. Один удар и он платит. Дивный поворот налево. У нас пропускают всех. И косяки сзади пропускают. Там въехал и плати. И абсолютно до звезды на какой-то тачке. Ты въехал, ты и плати. И поэтому там идеальная чистота на дорогах. И поэтому там пропускают всех. И поэтому дебильные удары – это только россияне. И поэтому в тюрьмах только мы за мизерную сумму добравшиеся и не смогшие платить тамошние ремонтные работы. Красивая такая тюрьма. Холодная зимой. Вот эти наши приключения в штате Гуа мы бы назвали следующим образом. А вы посмотрите, как Индия изменилась. Причем Индия изменилась в гораздо лучшую сторону. То есть мы вот здесь проезжали ранее, здесь ничего не было. Сегодня здесь строится современный торговый комплекс. Или это не торговый комплекс, я понятия не имею, что это такое. Но за ним такое же замечательное футбольное поле. Если бы вы захотели, я бы вам это дело показал. Но поверьте мне, это того стоит. Ну, сюда довернемся. Смотри, здесь то же самое. Ничего абсолютно не было. А вот это уже торговый комплекс. То есть Гуа штата Индия не просто развивается, а он развивается еще и как. За моей спиной, вот вы видите, да, там старенькие автобусики, но они возят людей. А есть еще и новые автобусы. Посмотрите, вот они. Все машины, это абсолютно новые транспортные средства. И даже то, на чем мы сейчас едем, тоже куплено всего лишь два года назад. То есть вот это называется темпы развития. А вот этот вот автобус возит вас всех, знаете куда? На Гуа. Точнее не на Гуа, а от Гуа в Бомбей. Все прелести Индии становятся понятными после того, как вы взяли такси. Я имею в виду не после того, как русский, не умея говорить на английском, берет такси. После того, как нормально говорящий на английском русский ее берет. То есть без взяток и прочей фигни. Спокойно разговариваешь, спокойно общаешься и спокойно понимаешь, что лучше и дальше ездить на нескольких фонах. Покупать по цене за дарма различные припасы и вообще не заботиться о тачке. Потому что эта тачка всегда будет с тобой. И даже радость-то за 350 рублей ваша машина будет целый день. Ну или пока вам шопинг не надоест. Сейчас расскажу. 400 рублей у нас доехать до аэропорта. Машина на сутки будет ну 1010 стоить. Если что. А вот вам замечательный пример. Если разменных денег-то нет, у кого брать? У таксиста! Вот так нежданно и негаданно мы вернулись куда? Куда? В Индию. Даже не собирались приезжать. Потому что в планах был Таиланд. Но как-то возникло большое желание все послать подальше. Желание было реализовано вместе с банком русский стандарт. Длинная у меня там кредитная история. И мы приехали сюда. Теперь, ну для того, чтобы вы смогли убедиться, насколько эта страна такая благополучная и благожелательная. Вот в Магнитогорске, допустим, или в Москве, к примеру, вы бы смогли одолжить у таксиста 5 тысяч рублей. Я, честно говоря, сомневаюсь. Вот здесь смог. So, thank you for your help. Discounted. Окей. И завтрашнее утро мы проведем опять же с нашим любимым таксистом. Мы поедем, знаете, куда? Ну, по своим медицинским проблемам решать их. И вы бы знали, куда. Дело в том, что вот сегодня мы успели съездить к гинекологу. Получили замечательную консультацию за 150 рублей. Не доллара, 150 рублей. А завтра поедем решать другие вопросы в более квалифицированное медицинское заведение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...